Воспитая служба информации телерадио компании Гомель, в студии праце Марина Джала, глядите у гэтым выпуску. Айчинная Гароднина, вытворчивость поставки у магазина и цены. Уси аспекты пытания обмерковали сегодня у Гомельским районе. Бояться не треба, треба ведать. Уверостни в регионе пройдут акции по экспресс-тестированию на ВИЧ. Особливо небеспечные дороги. Уникальная программа допомогает областной ДАИ проводить анализ ДТЗ и высветлять очаги аварийности. Квятней город над Сожем у Гомеля до дня города з'явилася новая граффити. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Сегодня в Гомельском районе прошла республиканская нарада по пытаниях вытворчасти и поставки у гандлёвой сетки айчинной плодоогородненной продукции. Удельники, керовники министерства, сельско-господарших и перепродзорчих организаций фермерских господарок. На прадку дня пытание цена утворения и забеспечения стабилизационных фондов. Дмитрий Котов протягнет. Стабилизационные фонды в осенью полностью забеспечить якостной айчинной продукцией. У приватности на Гомельшине их формирование будет житовляться за кошек таких культур, как бульба, морква, капуста, цыбуля, бураки. Объёмов хопить, как забеспечить потребы гандлю. А как не возник дефицит и не было ценовой дестабилизации, по мер закладки садовины повеличить на 11%. Фрукты мы увеличим, да, а то, что касается овощей, на том же уровне. Но это те, та закладка, которая предназначена, это детское питание, это социальные учреждения, то, что мы должны обеспечить в первую очередь, ну и, конечно же, торговля. Цены расти не будут, упъявлены у дельники республиканской нарады. Однако не всё так однозначно. Есть проблемы с ценоутворением в иных гандлёвых сетках. Оптовые закупочные цены могут отразниваться от тех, что после заявляются на прилавках магазинов у некольки разов. Пакутый от этого – звычайный покупник. Нам надо всё-таки находить какой-то разумный компромисс и выстраивать таким образом отношения, чтобы и они могли существовать нормально, и мы могли бы себя чувствовать достойно. У якости варианту выражения проблемы долготерминовые погоднени помеж вытворцами продукции и гандлёвыми организациями, яке я ее реализують. У документе будут докладно прописаны обовязки обо двух боков. Если набросили на эту надбавку торговые 40-50%, надо посмотреть вот здесь внимательно. И мы тогда говорим, то если мы, давайте договоримся, мы на 10 уступим на опти, и вы на 10 там, тогда человек придёт, и для него всё будет доступно. Поэтому надо, чтобы были долгосрочные договора. Чётко надо, чтобы отработана была система производителя. Если я произвожу, для кого произвожу, кто у меня купит, и у потребителя, что мне надо продать, какой объём, в каком разрезе временно мне это должны поставить, и где я его буду покупать. Конечно, на конкурентной основе. Пытания вытворчести и поставки у гандлёвые сетки айчинной плодогородненной продукции обмяркують у таким же составе и ещё раз на при конце года. Тогда будут проанализованы выники, сделанного с моменту сегодняшней встречи, и вызначены приоритетные накерунки у голене на будущую. По коль же выполнена главная задача – забеспечение витаминной продукции насельства краины на межсезонный период. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Господарки региона практически выконали держзаказ по сдаче сборжа. Улик державных республиканских потреб поставлено большим 101 тысяча тонн, что складает 99% до плану. На 100 и больше процентов выконали поставки 10 районов в области. Самый важкий уклад всёлита унес Добрушский район, господарки якого отгрузили 14 тысяч тонн сборжа. Ти 127 процентов – до плану. 10 вересня означается Международный день предухиления самозабойствов. На Гомельшине с этой нагодой запланованы шерох мероприемствов. Первым за их стало проведение круглого стола с уделом специалистов по психиатрии, психотерапии, психологии. С думками медиков ознайомился Олег Сентюров. Пациенты, которые здесь не спробуют суициду, знаходятся в этом будинке. Их докладная колькость николи не называется. В одном итоге, что с каждых 100 тысяч жахаров Гомельшины, коляд 13 человек, заявляются потенциальными самозабойствами. Это дорече не на 30% меньше, чем у средних по Беларуси. У Гомельской областной психиатричной больницы подкресливают. Ситуацию с суицидами трамвалось стабилизовать. И на протягу опущенного года колькость людей, скиданных до самозабойствов, не повеличивается. При тем, что причины, на которые спасаются эти люди, практически не изменились. Проблемы у семьи на работе и несчастное кахание. Правда, у некий период к лопоту медикам додали социальные сетки, так званые деструктивные сайты, которые закликали подлетков до самозабойствов. Их кураторами, звичайно, заявляются люди не просто с высоким узройным интеллектом, а с глубокими ведами о глине подлетковой психологии. Очень часто оказывается, что матери, убежденные, что у них совершенно благополучная семья и успешный ребенок, узнают едва ли не последними. И хорошо, если перед самоубийством, а просто обнаружив многочисленные порезы и татуировки в виде синего кита у своего подростка. И в этом плане для профилактики социальных сетков в этой категории очень важен именно благожелательный, эмоциональный, искренний контакт. Интерес молоди, даты межиття и смерти был уластив из-за всёды. Достатково узгадать такие субкультуры, як эмои готы. Але, коли тримать их под контролем, ситуация не заявляется критичной. Особливая увага людям старого взрослым. В этом периоде отбывается страта работы в связи с выходом на пенсию, як выник измена житлевых каштовностей и почтение потребностей, и ащедная ситуация, якая сдольная выкликать глубокую депрессию, страта работы у процоздольному взрослому. Специалисты рают у таких выпадках взвертаться до медиков, не обовязково до психиатров у больницы, можно и до психологов у поликлиниках. Уречься то, что для некого заявляется невеликой часовой проблемой, для иншого может показаться стратой сенса усягот життя. Конечно, многое зависит от образования, от возраста, от социального положения, социального окружения. Но каждый человек в своей жизни сталкивается с трудностями, ситуациями, которые приводят к каким-то депрессивным моментам, приводят к чувству безысходности и к тому, что человек не видит выхода из создавшейся ситуации. Для этого и существует наша психиатрическая служба. Это не значит, что это врачи-психиатры, психологи, психотерапевты, которые помогут человеку разобраться в данной ситуации и показать ему открытые двери. Александров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». У Гомеля и Речицы 16 вересня плануются провести акции по экспресс-тестированию на ВИЧ. Мероприемства пройдутся в рамках республиканской информационной кампании «Тычится на ватых, кого не тычится». У Гомеля основной пляцовкой Станя Площа Паустаня. У Речицы – Небережная Дняпра. Зрабить экспресс-тесты пропонуют усім жадающим. Нагадаемо, мае в гомельских аптеках з'явилися тесты по вызначенне ВИЧ у сліне. Яны дозволяют самостоянно на протягу некальких хвилин доведаться про свой ВИЧ-статус. Паспробовал перебежший дорогу и трапил подколы. На перейды дни у Гомеля у ДТЗ потерпел 84-гадовый мужчина. Пенсионер, игноруючи пешеходный переход, пересекал проездную частку. У вынику с травмами опынулся у больницы. Усяго же в регионе за сутки зарегистровано больше за 30 ДТЗ. У причинах такой статистики разбирауся наш корреспондент Алексей Немкевич. Не глядячи на тое, что зараз не година пик, дороги в городе свободными не назовешь. Гэта не дивна. 558 тысяч адзінок аутотранспорту зарегистровано у регионе. За их третья частка припадая на Гомель. С такой колькостью машин расти и верагодность ДТЗ. Для того, как разобраться у их причинах, у областной ДАИ створена уникальная программа. И она дозволяя проводить анализ ДТЗ и шукая очаги аварийности. Мы можем посмотреть наиболее аварийные и опасные места в уличной дорожной сети города Гомеля. Вот получается у нас Речицкий проспект. Где у нас виден створам более красный. Это наиболее сложное место. Мы можем просмотреть, с чем это было связано. На подставе гэтых дадзиных супрацовники ДАИ вызначают наибольшие аварийные места в городе. Именно туда отправляются экипажи ДПС. А кроме того, программа допомогает у организации дорожного руху. Например, на какой в улице лепше усталевать светлофор або подземный переход. Введено в эксплуатацию три подземных пешеходных перехода. Улица Барыкина в районе кинотеатра «Октябрь». На улице Барыкина в районе третьей школы. На улице Интернациональной в приближении с пересечением улицы Фрунция. А значим, что застерегче пешеходов одна из основных задач, бо самая распаусюдженная ДТЗ – наезд. И головная причина – высокая худкость. Только на гэтым участку, на Центральной улице, за сутки радар фиксует больше за сотню порушения. В местах концентрации ДТП, где причиной являлась именно скорость, мы устанавливаем мобильные датчики контроля скорости. Для того, чтобы водители снижали скорость и проезжали безопасно этот участок. В настоящее время в Гомельской области функционируют четыре мобильных датчика, которые постоянно меняют свое местоположение. У початку навучального года особливая увага до безпеки детей. Перед занятками, когда школу усталявали перасованные камеры фиксации худкости. Усей гэтые меры повинны сделать дорогу больше безопасной. Наколькие, неэффективные, покажет час. Алексей Немкевич, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». Выхованцы у Луковской допоможной школы-интерната незвычайно отзначили початок нового навучального года. У их гонору одним из ресторанов «Гомель» организовали свято с подшастунками и завоуляльной программой. Подарить детям-сиротам массу уражения от атмосферы семейных отпочинков в ресторане. Миновата на это различовали организаторы акции. Гомельское областное отделение белорусского товарыства «Червоного крыжа» и объединение «Ресторанный двор». Паспробовать новые для себе стравы и поудельничать у шоу с клоунами запросили 20 детей-сирот. До этого подлетки николе не наведывали подобных установ. Худковых аванцы скончат навучание у школы-интернате. Многие отправятся у дамы для молодых инвалидов. Кому подобные мероприемства у звычайной городской атмосферы с забавляльной программой, яркое уражение и махчимой социализации у сушасным громадствиям. На память об святе выхованцы у Луковской школы отримали и сувениры от спонсоров. Мы решили взять именно эту школу-интернату, Луковскую, свои подшефтные, как говорится, и оказывать дальнейшее им содействие. И созрела такая идея совместно с рестораном детей привезти в данный ресторан, покормить их вкусно, потому что это детки-детки-сироты, и они в таком ресторане однозначно не были. На этом наша акция не останавливается. В дальнейшем мы будем тоже искать какие-нибудь интересные места, куда мы могли приглашать детей. У нас не первый раз проходят такие благотворительные праздники для детей. Мы уже проводили. Наше руководство старается доставить радость. В общем, заведение семейного типа мы стараемся больше все-таки доставлять радость детям. Ну, если рады дети, рады родители. Поэтому и в дальнейшем мы планируем поддерживать такие акции, поддерживать детей и помогать. У Гомеля открылась выстава под назвой «По той бок невядомые фотографии» закупированной территории СССР и Советско-Германского фронта. Экспозиция у картинной галереи Гаурила Вашенки наличивая 60 здымков часов Великой Отечественной войны. Фотодокументы собраны историком-выкладчиком Национального института усходних мов и цивилизаций у Парижа Йоргием Шепелевым. Фотоздымки узнавляют картину жорсткого нацистского режима, життя советских грамадян в умовах оккупации и одночасово самоотданного сопротивления в боротьбе с ворогом. Сегодня мы видим очень много разночтений в истории Великой Отечественной войны и видим большое количество фальсификаций по отношению к ней. Данные фотографии, которые демонстрируют как раз-таки быт оккупированных территорий, демонстрируют, каковы были реальные цели фашистской Германии. Это было тотальное уничтожение оккупированных территорий и населения оккупированных территорий. Вот с этой целью демонстрируется, чтобы продемонстрировать, как на самом деле и что на самом деле было в те времена. У Гомеля до дня города з'явилась новая граффити. Аутер работы Мастак – архитектор-дизайнер Дмитрий Козлюк. На одном из будинков по Советской улице и он зарабил великое малявничное граффити. Это мостатский роспис по мерам 10 на 5 метров. У центра видно палацовый парковый ансамбль о завышении птушинного полету. Побыч символика свята и лозунг на белорусской мове. Это мой подарок городу монументальный, на день города 875, который я решил совместно с БРСМ изобразить на стене центральной улицы города Гомеля. Мы видим символику мероприятия самого и, в общем-то, слоган на белорусском языке «Квятней город над Сожем». Так, чтобы молодежи, возможно, появилось желание разговаривать на родном языке. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvgomel.by Далее у эфира «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познайомит Михаил Садовский.